Приветствую вас! Меня зовут Виталий Ковалев, я представляю канадскую корпорацию IMMU. Сегодня я здесь для того, чтобы поговорить с вами об основах процесса электроэкстракции. Электроэкстракция – это один из давно известных нам электролитических процессов, который лежит в основе гидроэлектрометаллургии. Метод был открыт в 1807 году британским химиком Сэром Гемфри Дэйви. Спустя 17 лет процесс был поставлен в США на коммерческую основу в виде электрорафинирования. Электроэкстракция – это процесс, который включает в себя следующее оснащение. Это электроды, катод и анод, электролит и источник постоянного тока. Электролит – это токопроводящий раствор, который состоит из положительно и отрицательно заряженных ионов. Например, это может быть сульфат медиа, это может быть нитрат серебра, сульфат никеля. И существует множество других примеров. Когда напряжение подается на раствор, положительно заряженные катионы начинают движение к катоду, а отрицательно заряженные ионы, анионы, двигаются к аноду. Относительная склонность металла оседать на поверхности катода зависит от его окислительно-восстановительного потенциала. Другими словами, от его места в электрохимическом ряду активности металлов. А электрохимический ряд активности металлов представляет собой список или таблицу окислительно-восстановительных потенциалов металлов и их положение относительно водородного электрода. Потенциал водородного электрода равен 0. Таким образом, металлы, которые в большей степени готовы принимать электроны, имеют более положительный потенциал и легче восстанавливаются. Такие металлы называются катодными или благородными. Металлы, которые отдают электроны, имеют более отрицательный потенциал и восстанавливаются сложнее. Например, такие металлы, как золото, серебро, медь, имеют более положительный потенциал и, следовательно, легче восстанавливаются. А такие металлы, как литий или цинк, имеют более отрицательный потенциал и восстанавливаются сложнее. Они являются восстановителями, то есть они отдают свои электроны и, как результат, их сложнее извлечь. При использовании традиционного оборудования для электроэкстракции применяются чередующиеся плоские аноды и катоды, которые находятся в ваннах с неподвижным или медленно циркулирующим электролитом. Представим, что электролитом является сульфат меди. Когда подается напряжение, катионы меди начинают движение в сторону катода, на котором оседают в виде чистой меди. Так как медь остается на поверхности катода, концентрация металла в электролите начинает падать. Скорость оседания со временем снижается. Спустя некоторое время чистая медь, осажденная на катоде, снимается. И так как концентрация растворенного металла в электролите со временем снижается, рядом с поверхностью катода начинают появляться зоны истощения. То есть зоны, в которых количество катионов будет ниже, чем в остальном объеме электролита. Так как в этих зонах катионы все еще продолжают оседать на катоде. И эти зоны истощения являются довольно большой проблемой, особенно если в растворе имеются примеси. В зависимости от потенциала по отношению к меди, примеси, которые присутствуют в растворе, а значит и в зонах истощения, тоже начинают оседать на катоде. Если потенциал примеси близок к потенциалу меди, примеси начинают появляться в чистой меди, оседать на катоде вместе с этой медью. А мы этого не хотим, нам нужен чистый металл, чистая медь. Последние 150 лет в этом процессе не было каких-либо существенных изменений. Но в 1990 году компания, которая тогда называлась ElectroMetals, а сейчас корпорация IMU, открыла новый метод использования электроэкстракции, к которому можно применить такие названия, как вихревой электролиз или ячейка IMU. IMU – это акроним, который состоит из первых букв английских слов ElectroMetals ElectroWinning. Сейчас IMU является довольно известным брендом промышленности. Ячейка IMU – это прогрессивная технология электроэкстракции, которая использует цилиндрическую ячейку с катодом снаружи цилиндра и цилиндрическим анодом, который проходит через центр этой ячейки. И через этот модуль, через ячейку, с помощью насосов, мы прокачиваем электролит на высокой скорости. Все это позволяет нам существенно увеличить массу передач в ячейке. Из-за высокой скорости подачи электролита внутри системы он постоянно завихряется и перемешивается, благодаря чему исключается образование зоны истощения рядом с катодом. А масса передач повышается из-за постоянного наличия новых катионов в быстро движущемся растворе. Благодаря этому присутствие примесей в электролите не оказывает какого-либо влияния на качество осуждаемого металла, в отличие от процесса с использованием традиционного оборудования для электроэкстракции. Все это позволяет нам работать с низкими концентрациями металла в растворе и, несмотря на большое количество примесей, производить метель и серебро в виде металла высокой частоты, который, соответственно, на рынке имеет более высокую стоимость. Продолжая свое развитие, ИМЮ разработала катод с большой площадью поверхности, что позволяет нам работать даже с низкими содержаниями металла в растворе, достигая при этом одинаковых показателей частоты металла. С нашими трехмерными катодами с большой площадью поверхности мы действительно можем извлекать металлы вплоть до уровня миллионных долей частиц, что просто невозможно при использовании традиционного оборудования для электроэкстракции. Благодаря этому увеличивается общее количество производимого металла, сохраняется его высокая частота. К тому же, так как система полностью закрыта, отсутствует выброс ядовитых газов, а значит, исключаются затраты на вентиляцию и средства индивидуальной защиты. Значительно улучшается экологическая обстановка, не говоря уже о безопасности рабочей среды для рабочего персонала. ИМЮ продолжает работа по извлечению металлов и для других сфер промышленности, таких как переработка отходов, например, переработка микросхем, батареек, аккумуляторов, очистка сточных вод и даже в высокотехнологичном секторе у нас есть проекты и наработки, например, при производстве полупроводников. Все это возможно благодаря конструкции ячейки, которая позволяет нам использовать электроэкстракцию уникальных решений. На данный момент это все. Я надеюсь, видео было полезным для вас. Если это действительно так, ставьте лайки и поделитесь ссылкой со своими коллегами. Оставляйте свои комментарии под видео и заходите на наш сайт www.ru.imu.com Спасибо за внимание.